Здравствуйте, это программа Актуальное интервью. Наша тема сегодня уплата имущественных налогов юридическими лицами. Давайте вспомним, какими налоговыми льготами пользуются организации и предприниматели и уточним, как и в какие сроки можно заявить о своем праве на льготе. Сегодня гость в нашей студии, заместитель начальника отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества ФНС России по Севастополю Андрей Александрович Хабаров. Здравствуйте, Андрей Александрович. Здравствуйте. Ну что ж, первый вопрос. Действительно, давайте напомним, что необходимо сделать нашим налогоплательщикам для корректного начисления имущественных налогов. На корректность исчисления имущественных налогов влияет множество факторов. Я бы остановился на основных факторах мероприятия, которые необходимо провести организациям для минимизации рисков. Во-первых, это проведение сверки сведений, которые находятся в информационных ресурсах налоговых органов с данными налогоплательщиков об объектах налогообложения. Для проведения сверки организации необходимо обратиться в налоговые органы для получения выписки из единого государства реестра налогоплательщиков и провести сверку. В случае наличия каких-либо расхождений организации необходимо проинформировать налоговые органы. Напомню, что по транспортному налогу, по земельному налогу, по налогу на имущество организаций в отношении объектов налогоблажения, по которым налоговая база определяется, исходя из кадастровой стоимости, обязанность по предоставлению налоговой декларации отсутствует. Налогоплательщики самостоятельно исчисляют и уплачивают налог в установленные законодательством сроки. При этом по итогам года налоговые органы на основании сведений, которые у нас имеются в информационных ресурсах, направляют налогоплательщикам сообщения об исчисленных суммах. Во-вторых, это касается налога на имущество организаций. Организациям необходимо до исчисления налогов определить, какие объекты недвижимости будут облагаться по кадастровой стоимости или по среднегодовой стоимости, остаточной стоимости, потому что от этого зависит как порядок исчисления налога на имущество организации, также зависят ставки налоговые, применяемые, и также зависит порядок предоставления налоговой льготы. И третий шаг — это налогоплательщики организации, в случае, когда у них есть основания для получения налоговой льготы, и они исчисляют налог в бездекларационном порядке, должны предоставить заявление о предоставлении налоговой льготы, чтобы налоговые органы учли это при расчете налогов. Вы упомянули о важности сверки, а что вот если организация не проведет вот эту сверку по имеющимся объектам? В случае наличия расхождения в сведениях об объектах налогоблажения, а также в случае непредоставления заявления о льготе, возможны некорректные исчисления имущественных налогов. Как следствие, это может возникнуть задолженность по налогам и впоследствии необходимость предоставления налогоплательщикам пояснений. Поэтому мы рекомендуем обязательно провести сверку, подать заявление, но обращаю внимание, в случае если расхождение отсутствует, то сообщать об этом в налоговые органы не требуется. Можете ли вы подробнее рассказать о льготах, которые предусматриваются для уплаты имущественных налогов именно для юридических лиц? Существует два способа заявить налогоплательщиками о своем праве на налоговую льготу. Первый способ это предоставить заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговые органы. Кто предоставляет такие заявления? Заявление о налоговой льготы предоставляют организации, исчисляющие имущественные налоги в бездекларационном порядке. Это транспортный налог, земельный налог и налог на имущество организаций в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется, исходя из кадастровой стоимости. Налогоплательщики, имеющие право на налоговую льготу, предоставляют в налоговые органы заявление о предоставлении налоговой льготы и документы, подтверждающие право на налоговую льготу. По результатам рассмотрения заявления налогоплательщику будет направлено уведомление о предоставлении налоговой льготы, либо сообщение об отказе предоставления налоговой льготы. Обращаю внимание, что существует два вида заявления. Заявление о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу и земельному налогу по форме КНД 115.064. И по налогу на имущество организации также существует отдельная форма КНД 115.01.21. А каким вообще категориям юридических лиц предоставляются вот эти льготы? В прошлом году налоговые льготы у нас были представлены следующим налогоплательщикам. Это исполнительные органы государственной власти и органы местного самоправления. Это казенные автономные бюджетные учреждения города Севастополя, религиозные организации, участники свободной экономической зоны и общественной организации инвалидов. Что касается Севастополя, на какие льготы могут рассчитывать юридические лица в нашем городе? И может быть, как много налогоплательщиков уже воспользовались этим правом? Ну вот я перечислил те категории льготных налогоплательщиков, которые у нас в прошлом году. Они остались и в этом же году. Льготные категории. В прошлом году данными льготами воспользовались 300, где-то организаций, порядка 300 организаций. В этом году планируем, наверное, на том же уровне. А существуют ли какие-то конкретные сроки предоставления заявления о праве на льготу? Вот есть ли какой-то период, в который нужно успеть? Налоговым законодательством конкретные сроки предоставления заявления о льготе, о предоставлении налоговой льготы, не предусмотрены. Но есть особенности, в чем она заключается, в том, что если организации не предоставили заявление о предоставлении льготы, то налоговые органы в сообщении об исчисленных суммах имущественных налогов включат суммы налогов без учета этих льгот, что может привести впоследствии к возникновению задолженности и необходимости предоставления пояснений организациям по данному вопросу. Учитывая данный факт, мы всем рекомендуем предоставить заявление не позднее 1 апреля текущего года, чтобы налоговые органы учли при формировании сообщений об исчисленных суммах налогов. А что касается индивидуальных предпринимателей, для них предусмотрены какие-то льготы именно по имущественным налогам? Что касается индивидуальных предпринимателей, то они освобождаются у нас от уплаты налогов. Индивидуальные предприниматели, которые осуществляют деятельность по упрощенной системе налогоблажения и по патентной системе налогоблажения, освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении объектов, которые используются в предпринимательской деятельности. Для получения льготы им также необходимо предоставить заявление налоговой органы о предоставлении налоговой льготы и документы, подтверждающие право на налоговую льготу. Насколько я знаю, в Севастополе есть некие особенности исчисления налога на имущество организации. Вот напомните, пожалуйста. С 2022 года по налогу на имущество организаций у нас налоговая база по городу Севастополь определяется исходя как из кадастровой стоимости, так и из среднегодовой остаточной стоимости. От вида определения налоговой базы зависит порядок исчисления имущественных налогов, то есть это будет или бездекларационный порядок, или будет необходимость предоставить налоговую декларацию. Также зависят налоговые ставки и порядок предоставления налоговой льготы. Также будет зависеть от этого. А насколько разнятся ставки? Ставки у нас зависят, как я сказал, от вида объектов налогоблажения и порядка исчисления имущественных налогов. Так, в отношении объектов недвижимости налоговая база, по которым исчисляется, исходя из среднегодовой остаточной стоимости, налоговая ставка составляет 1,5%. Для объектов недвижимости, которые исчисляются из кадастровой стоимости, существует дифференциация. Следующее. В отношении объектов, которые включены в перечень объектов недвижимости, по которым налоговая база определяется, исходя из кадастровой стоимости, в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая ставка составляет 1%. Эти перечни утверждаются Департаментом по имуществам и земельным отношениям, соответствующими приказами, на сегодняшний день утверждены на 2022 и 2023 годы уже. И второй вид объектов недвижимости — это такие, как жилые помещения, гаражи, машина-место, объекты незавершенного строительства. По таким объектам налоговая ставка составляет 2% от кадастровой стоимости. И по ставке 2% также исчисляется налог на имущество организаций иностранными организациями. А где можно найти этот перечень объектов, чтобы посмотреть, определена ли кадастровая стоимость? С перечнем объектов можно ознакомиться на сайте Департамента по имущественным и земельным отношениям, на сайте размещены списки за 2022 год и 2023 год. На 2022 год перечень утвержден приказом ДИЗО номер 153 от 30 ноября 2021 года, а на 2023 год номер 196 от 30 ноября 2022 года. И также хотел бы, пользуясь случаем, напомнить нашим налогоплательщикам, что в 2023 году предусмотрена обязанность предоставления уведомления об исчисленных суммах налогов и авансовых платежей по имущественным налогам. И это уведомление предоставляется налогоплательщиками не позднее 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты налога. То есть за первый квартал 2023 года такое уведомление необходимо предоставить не позднее 25 апреля 2023 года. Совсем немного времени осталось, чтобы успеть это сделать. Ну что ж, большое спасибо за то, что разъяснили сегодня много нюансов для нас. Друзья, я напоминаю, у нас в гостях был заместитель начальника отдела камерального контроля в сфере налогообложения и имущества ФНС России по Севастополю Андрей Александрович Хабаров. Это была программа «Актуальное интервью». Мы с вами увидимся в эфире телеканал НТС. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин